С эпидемической точки зрения первомайские праздники прошли относительно спокойно, отметил глава Чуваши Олег Николаев на заседании Оперштаба по противодействию коронавирусу. Все многолюдные мероприятия в этом году, как и в прошлом, были отменены, за исключением Пасхи. Четкое понимание, сколько храмов работало, из 228 в пасхальное богослужение были проведены в 187 или 82%, приняло участие около 13 тысяч человек в целом по республике. И к мероприятиям по раздаче средств индивидуальной защиты было привлечено 179 мобильных групп. Заболеваемость ковидом в Чувашии 1987 на 100 тысяч населения. Средний российский показатель в полтора раза выше. Тем не менее, в последние недели отмечается увеличение случаев коронавируса и вне больничной пневмонии в республике. Функционируют 1050 специальных коек. В ближайшее время сокращение коечного фонда не планируется, отметил министр здравоохранения Владимир Степанов. Он также сообщил, что вакцинация идет полным ходом. К стационарным прививочным пунктам добавлены мобильные, в местах массового пребывания людей. Информацию о них можно узнать на сайте Минздрава республики. Мы начали с двух учреждений. Это вакцинация пациентов, выписывающихся из стационаров. В частности, ночью у вас в городской больнице, этот процесс, значит, и в городской прокурорийской больнице номер один. Далее, значит, вот буквально на днях, в праздничные дни, организована выездная вакцинация. И в частности, вот, в места, где есть массовое скопление населения и торговые центры. Это, в частности, возле Нюрмак-Шубашкар, мобильный комплекс. За вчерашний день было вакцинаем 25 пациентов. Кстати, накануне в Чувашию поступила очередная крупная партия вакцины «Спутник». Минздрав рекомендует воспользоваться возможностью и привиться от COVID-19. Глава Чуваши Олег Николаев попросил руководителей муниципалитетов оказать медработникам максимальное содействие в организации процесса и информировании населения. Чистую люди, скажем, не имея возможности дойти до учреждения медицины, сокрушаются, когда пропускают возможность вакцинироваться, вот, скажем так, в мобильных пунктах вакцинации. Поэтому прошу и глав администрации в эту работу включиться, то есть организовывать вот такие пункты, но при этом широко извещать людей тем, чтобы они, скажем, воспользовались вот такой возможностью. Олег Николаев напомнил, ситуация с заболеваемостью коронавирусом под контролем, но по-прежнему требует пристального внимания и действенных профилактических мер, особенно в преддверии Радоницы, когда люди массово посещают кладбище. Елена Гальперина, Бахтияр Велиев, Республика. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Беляев каждый раз с трепетом ждет 9 мая. Он попал на фронт, когда был еще 17-летним мальчишкой. Воевал танкист на Воронежском и Украинском фронтах, а также в Прибалтике, где в 1943 году получил ранения. 25 человек с 5 машинами, танковыми танками должны были сдерживать наступление немецких сил, которые отступали с тем, чтобы соединиться с основными силами. Мы предприняли обстрел. И несколько выстрелов или очередей было сделано. И сразу вся станция ожила. И сразу стреляли автоматчики, открыли огонь, минометчики, артиллерия. И все запело, закрохотало и так далее. Вот тут я был ранен. Тем не менее, ту битву удалось выиграть. После окончания войны Евгений Беляев вернулся в родную Вологду, а затем перебрался в Чебоксары. Здесь в 1967 году, с первых дней открытия Чувашского госуниверситета, он стал доцентом кафедры всеобщей истории. Более 40 лет жизни посвятил преподаванию. Сейчас Евгений Григорьевич окружен заботой своих детей, жены и внуков. К ветерану часто приходят и работники соцслужбы. Это наш долг перед людьми такого возраста, потому что благодаря им мы живем в мирное время. Их осталось, к сожалению, очень немного. Наш долг непосредственный – окружать вниманием и заботой ветеранов. Низкий им поклон. Евгений Беляев уверен, для того, чтобы не повторять прежних ошибок и не допускать войны, необходимо прививать юношам и девушкам правильные представления о жизни, обучать их истории и умению доброжелательно общаться с другими народами. Ведь язык дружбы – самый лучший для развития международных отношений. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Социальным работникам охотно помогают и волонтеры. С прошлого года добровольческое движение в Республике развивается особенно активно. Надежда Шикарева ежедневно навещает пожилых людей. Сегодня она наводит порядок в квартире ветерана труда Юлии Васильевны Михеевой. Надежда считает, что самое главное – это общение с пожилыми людьми. Для них она старается быть близким другом. Волонтерством я уже занимаюсь более пяти лет. Мы помогаем ветеранам, труженикам, участникам. Принимаем активное участие в акциях, как «Помыть окна». Уже с начала апреля этого года мы начали с частного сектора, помогали им в уборке снега. А также вот сейчас уже у нас начался сезон мытья окон, где мы также ежедневно посещаем более пяти ветеранов. Хозяйка дома очень любит цветы, а ее помощница не забывает и о них. Юлия Васильевна всегда рада, когда приходят волонтеры и что есть возможность пообщаться с ними. Девчонки в волонтере ко мне часто приходят, помогают мне во всем, как говорится. Сходят в магазин и в аптеку сбегают, когда мне тяжело. Вот приходят, окна помыли, например, моют. Очень часто, когда не приходят, они зазванивают, позванивают, узнают, как я чувствую сама себя. Юлия Васильевна более 40 лет проработала на электроаппаратном заводе и сегодня она с теплотой вспоминает эти дни. Гостеприимная женщина никогда не забывает про угощения для волонтеров и признается, что за чаем не замечает, как бежит время. На Красной площади в Чебоксарах открылась выставка, посвященная подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. В 1941 году в Чувашии началась масштабная мобилизация населения. Женщин, стариков и подростков призывали на строительство линии обороны. Простые люди вели свою войну. Вручную долбили скованную морозом землю, стирали руки в кровь, возводя землянки, блиндажи, доты и дзоты. Очень сложные условия были, очень напряженная была ситуация на нашей родине. Но знаете, они собрались духом, они нашли в себе силы и, честно говоря, иногда вот сейчас уже, просматривая документы, наверное, соприкасаясь с живыми людьми, носителями той информации, я понимаю, что, знаете, тогда было какое-то измененное сознание. Люди массово, героически, отважно отстаивали границы нашей страны. Витрины под открытым небом рассказывают истории строителей оборонительных рубежей. Здесь можно увидеть документы, фотографии и другие архивные данные о тружениках тыла. Выставку может посетить любой желающий. В Ставрополе проходит всероссийский патриотический фестиваль конкурс вокалистов «Солдатский конверт-2021». Он объединяет участников со всей страны от 14 лет и старше. Тематика композиции, представляемых на суд жюри, связана с исполнением песен военных лет о Великой Отечественной войне, о мире и дружбе народов. Чувашскую республику представил Максим Попов, сотрудник национальной телерадиокомпании «Чуваши». Он спел песню «Сольский рубеж», которую написал сам. В центре района здание школы приветчатой, где только что аттестат получила она. Друг репродукта, словно кресту приколоченный, громко объявит страшное слово «Война». Как журналист и радиоведущий, Максим посвятил немало эфирного времени теме строительства оборонительных рубежей в Чувашии. Конечно, сказать, что я написал песню случайно или это получилось спонтанно невозможно, потому что перед этим предшествовала работа над программами, которые освещали как раз-таки участников тех страшных событий, участников именно строительства сурского и казанского рубежей. И, безусловно, вникая в эту проблему, читая истории каждого человека, невозможно было остаться равнодушным. Я думаю, что меня, как и всех жителей нашей большой великой Родины, с этими событиями связывает, ну, не побоюсь этого слова, генетическая память. Итоги конкурса вокалистов «Солдатский конверт 2021» станут известны позже. Но в Чувашии выступления Максима уже оценили. В год памяти строителей сурского и казанского оборонительных рубежей его композиция звучит особенно проникновенно. Каждый жалый валил, не теряя ротежь, из последних истил строя сурский рубежь. Газета «Грани» в 28-й раз собрала участников легкоатлетической эстафеты. В ней приняли участие 200 команд на Учебоксарска. По традиции соревнования открыли воспитанники дошкольных образовательных учреждений. На смену дошколятам на старт вышли учащиеся седьмых-девятых классов школ в Новочебоксарске. Несмотря на перерыв целый год, эта эстафета собрала достаточно большое количество участников. Наверное, отрадно, что этот день выпал на выходной и была возможность и у родителей, и у бабушек и дедушек прийти поболеть за детсадовцев. Мы были удивлены, когда родители пришли даже болеть за седьмые и девятые классы. То есть, на самом деле, 28-я эстафета, не побоюсь этого сказать, стала большим семейным Новочебоксарским спортивным праздником. В эстафете пятый год принимает части городской союз пенсионеров, городское общество инвалидов. На спортивном празднике «Грани» можно встретить много именитых атлетов, как действующих, так и чемпионов прошлых лет. Каждый год мы участвуем, каждый год мы пробегаем, но в те раза как-то бегать я прям бежала, а нынче быстро шла и все. Ну а как же, это же дает, вы что, это же такой, как вам сказать, заряд, такой дает заряд, прям вот душа вся вот цвету. Самыми массовыми оказались забеги учителей школ и воспитателей детсадов. Среди школьных педагогов победу одержала Инна Любавина, учитель девятнадцатой школы «Ночебоксарска». Я участвую даже со школьных, со школьных камней, каждый год, даже была, когда в декрете, все равно участвовала, ребенку два месяца было. Поэтому наш голос, да, выигрывает всегда первые места. Мы ничего никогда не было такого, чтобы мы были не в тройке лидеров. Заряд энергии, море, эмоции, позитив, в общем, супер все. Победителей и призеров определили в каждой возрастной категории. Самые быстрые получили ценные призы и награды. Ульяна Пятакова, Вадим Владимиров, Республика.